Снова всем привет, друзья! Продолжаем наше похождение на карте Центр с глобальным модом Праймал Хаус. Это у нас уже получается 24-я, по-моему, серия, да? Да, я в прошлый раз записал довольно большой массив видео и завершился он, по-моему, на 23-й серии. Так что это, по идее, получается уже 24-я серия. За кадром я все-таки достроил свою базу, полностью заменил весь камень, который здесь был, на стеклометалл. К сожалению, у меня не хватило материалов для того, чтобы переделать полностью вот это стекло на стеклометаллическое, поэтому это стекло у меня каменное из мода АСР, Architect Structure. Но первые этажи и витринные окна у меня получилось заменить на стеклометаллические. И, друзья, я только что заметил косяк. Короче говоря, оказалось, я далеко не все сделал. Да, пропустил, видите, одну стену и сейчас, честно говоря, не очень хочу тратить на это время. Давайте все-таки я закрою этот косяк уже тоже за кадром, чтобы не отвлекаться. Более того, если вы заметили, я сделал небольшую иллюминацию. У меня сейчас стоит фонарный столб здесь и фонарный столб здесь. Я, кстати, хотел показать и хотел упомянуть об этом и забыл. То есть, видите, иллюминация тут есть, она присутствует, но она как-то не слишком работает. Ну и тоже, как вы можете заметить, кое-где камень у меня все-таки остался. Я опять потратил на это кучу времени и так довольно серьезно замучился. Даже у меня было желание себе сделать тех костюм, с помощью которого было бы чуть-чуть легче заниматься строительством, а особенно строительством высоких зданий. Но, к сожалению, те боссы, которые есть на этой карте, ванильные боссы, они не дали мне инграмы, которые бы открыли мне тех костюм. Поэтому всем этим я снова занимался так. То с грифона, то ставил себе подставочку. Все это занимает все равно очень много времени, поэтому я задолбался. Сейчас возвращаемся к видео и к нашей основной главной задаче. Сейчас буквально одну секундочку. Да, тут я заметил, что ночью этот репликатор издает такое свечение невероятное, что мне даже хотелось бы в какой-то момент сделать его поменьше. То есть свет можно уменьшить действительно, да? А, и можно звук уменьшить. Так, подождите, насчет света я не заметил, чтобы он стал поменьше. О, можно, друзья, нифига себе, смотрите. А это мод с оверстракча такой сделал. То есть реально можно уменьшить свечение. Правда, как бы все равно оно довольно большое. Но давайте 0.2 сделаю. А, и можно уменьшить слышимость звука. То есть и звук тоже можно сделать от него поменьше. Просто я его даже вынужден был выключить, потому что меня он довольно сильно напрягал. Тем не менее, он уже работает от техгенератора, поэтому он работает не от элемента. Поэтому мне, в принципе, в этом никакой нет проблемы, если я его буду включать и выключать. Но когда он включенный, но не так сильно сияет, это даже лучше, как по мне. И, друзья, да, на чем я закончил прошлую серию, как вы помните. Прошлую серию я закончил на том, что прошел боссов. Но перед этим я огорчился тем, что не смог убить Додо Рипера. И я задался идеей полезть в дискорд-канал разработчика, поискать там решение моей проблемы. Посмотреть какие-то запросы и ответы других игроков, которые тоже задают тот же самый вопрос. И их оказалось довольно много, если вы думаете, что я один. Стрял с этой проблемой, то запросов было огромное количество. И знаете, какой оказался самый популярный ответ, друзья? Самый популярный ответ был... Приручи себе легендарного стегозавра. И легендарный стегозавр, он наносит урон, который дает боссу дебаф, кровоток, ну, блидинг или что-то типа того. Короче говоря, как вы помните, возможно, в одной из прошлых серий, я когда начинал томить легендарок, я посматривал на стегозавра. И скорпиона, и легендарную виверну. Со скорпионом не удалось, стегозавр оказался максимального уровня на карте 400, поэтому я не стал его томить. И в итоге я притомил себе легендарных виверов. Так что сейчас, друзья, у меня такая задача. Мне нужно посмотреть, появились ли зареспились новые стегозавры на карте. Легендарные стегозавры. Только меня интересуют уровни максимальные. Легендарные стегозавры, их три штуки на карте. Есть один, друзья, 600-ый, есть один 580-ый. А это значит, мы сейчас идем томить легендарных стегозавров. Как раз это у нас самец, а это как раз у нас самка. Я, честно говоря, сам в шоке, как легендарный стегозавр должен убить босса, найтмар босса. Но я такое решение подсмотрел, и мы его, естественно, сегодня попробуем. Других вариантов у меня пока что нет. Да, как я и говорил, запасной вариант как был, так и остался. Это демоник шипастик, который мы просто будем в течение часа, полутора-двух закликивать этого босса. Но решение не самое лучшее. Те, кто написали мне в комментариях, что это не лучшее решение, в плане того, что если вы решили, что я буду вас грузить в видео полутора часами убийства этого найтмар босса, то нет, друзья. В любом случае, для вас убийство каждого босса происходит в течение двух-трех, ну максимум пяти минут, несмотря на то, что для меня это сражение может длиться и 20 минут, и 30 минут. И так уже было, поверьте, некоторых боссов, найтмар боссов я убивал довольно долго. Но в видео вы видите всего 2-3 минуты сражения, где я многое вырезаю, многое просто ускоряю, и в итоге для вас это контент, где я просто сел, под чашечку кофе посмотрел, а на самом деле эта битва была легендарной. По крайней мере, у меня они запечатлелись так, и для меня они были таковыми. Значит, у меня еще остались, насколько я помню, дротики. Дротиков 70 штук. Но мне нужно сделать легендарные киблы. Мне их нужно будет штучек, наверное, 12. О, как интересно! А у меня закончилась ягода. Межаберия. Серьезно? А как так? Да, межаберия закончилась, друзья. Так что, какая из оставшихся живок у меня умеет хорошо фармить ягоду? Ну, по идее, терезина. Да, у меня осталась альфа-терезина. Так что, сейчас идем быстренько профармим ягоду. Блин, я думал, гамму я не поднимал, но нет, это гамма-3. Так, а давайте посмотрим еще один момент. Есть мистическая живка, и в моде прописано, что мистическая живка это танковая живка и фарм-живка. Может быть, действительно, я сейчас приручу какого-нибудь мистика? Мифика. Анкилозавр, аргент. Ну, не знаю. Можно попробовать приручить мистического трицератопса. По идее, трицератопс должен хорошо собирать ягоды, верно? А давайте-ка попробуем приручить мистического трицератопса. Но уровня так, чтобы от 500-го до 600-го. И более того, чтобы это была самочка, которая будет тоже понемножку давать яйца, когда будет находиться в криоподах. И это закон подлости. Но ни одного мистического трицератопса уровня больше 500-го нет самочек. Ладно, тогда мы берем самого топового мальчика и идем его томить. Терезина, к сожалению, показал себя, как видите, не с лучшей стороны в плане фарма ягод. Да, это не топовая альфа-терезина, но тем не менее. Я вот теперь даже не уверен, что у меня мистические киблы есть. А, у меня есть 5 мистических киблов. Отлично. Тогда, я думаю, как раз этого мне хватит. В принципе, у меня сова-несушка несет мистические яйца очень неплохо, поэтому проблем с яйцами нет. Так что томим тогда мужскую особь трицератопса и не заморачиваемся. Тем более, он где-то застрял на возвышенности. Возможно, где-то он находится на вершине. Дротики сразу же переключаем на мистические. Вот он трицератопсик, его кто-то хорошенечко побил. Видимо, он с кем-то сражался, но вышел при этом победителем. 230 тысяч оглушения. Ну что ж, это небольшая проблема. Я думаю, мы сейчас быстро ему настакаем оглушение. Главное, главное не стрелять ему в его панцирь. Это был мисклик. Случайно выпил зельку, извините. А киблов ему нужно как раз четыре штуки. Вуаля. Ну-ка, дружочек, на тебе четыре кибла. И добро пожаловать в команду. А еще я сейчас заметил, у меня пропали ореолы из живки. Включить. Аутлайн. Но ее нет. Почему-то аутлайна нет. Может быть из-за того, что я сильно уменьшил толщину этой линии. А может из-за того, что заглючил мод. Может быть мне просто надо перезайти в игру. Не знаю. К сожалению, друзья, да. И плюс ко всему, я сейчас запустил игру. У меня почему-то какие-то фрезы раз в несколько секунд происходят. Я постараюсь максимально их из записи вырезать. Но, возможно, что-то в запись попадет и вы даже сможете это увидеть. Я из-за них даже вынужден несколько раз был перезаписывать. Делать по несколько дублей. Да. Давайте, наверное, я сейчас попробую перезайти в игру. Если это проблема с моим клиентом, а не с сервером, то должно быть все нормально после перезахода. Так, ага, я в игре. А ну-ка, давайте включим ореолы. Ореолы, друзья, все равно почему-то перестали отображаться. То есть, включаю ореолы, выключаю ореолы. Они не отображаются. Возможно, какое-то из обновлений мода было за время, которое я не играл. И оно убрало вот эти ореолы. Не знаю. Видите, я не смог включить их в настройках. Я не смог их включить из быстрой панели. Ну ладно, тоже это как бы уже не проблема для меня. Сейчас для меня, знаете, какая самая главная проблема? Сейчас для меня проблема сделать мистическое седло натрицератопса. А, в общем-то, проблемы нет. Я боялся, что у меня пропали ресурсы. И могли пропасть тоже ресурсы, связанные с производством этого седла. Но большинство ресурсов я успел перенести в эти Dedicate Storage. А вот по поводу мода Arcomatic, друзья. Как видите, у меня здесь пропала печь из мода Arcomatic. Пропал сейф из мода Arcomatic. И пропал холодильник из мода Arcomatic. Но об этом я не буду сейчас распаляться. Снова вгонять себя в тильт. Этот фрагментик, который я записал ранее, я покажу вам в конце видео. Кому будет интересно. Но я решил не грузить основное видео, основную часть серии, вот этим еще одним негативным моментом. Потому что, ну, меня уже достали эти негативные моменты, которые периодически со мной происходят. Иногда они происходят по моей вине, иногда происходят не по моей вине. Этот момент произошел не по моей вине. О нем я поведаю в конце видео. Самое главное, что седло у меня сделать получилось. Сейчас мы достаем этого трицератопса и идем формить ягоду. Ага, видите, он такой немножко, немножко больше, чем обычный трицератопс. Единственное, что мне кажется, лучше было бы, конечно, пойти куда-нибудь на материк собирать ягоды на трицератопсе. Какой-нибудь густой лес, где будет много-много кустов. Потому что, ну, вот так вот что-то трицератопс тоже формит не так уж и круто ягоду. Ну, давайте я куда-нибудь сейчас телепортнусь. По идее, этот трицератопс должен быть довольно силен для того, чтобы выдержать атаки разных существ. Но, как назло, друзья, видите, я тут же нарвался на Додо Рекса и тут же нарвался на Алазауров. И если бы не хилки, то я бы сейчас мог бы и откиснуть на моем трицератопсе. Что я могу еще констатировать, друзья? Что хилки, которые лежат у меня в быстрой панели, они работают и на меня, и на мою живку. Ну, 400 тысяч здоровья, я думаю, хватит. Остальное качаем в урон. Ну, опять до меня кто-то докопался. Глупые кураящие. Кстати, друзья, пегас, еще один пегас. Ну, а это дерьмовый пегас, если вы поняли. Он слишком низкоуровневый. Кстати, этот трицератопс прекрасно разбирает тушки всяких существ. Несмотря на то, что он вроде как травоядный. Но получился такой себе травоядный хищник. Так, баран. Друзья, баран, нифига себе. Первый раз в жизни вижу здесь барана. Так, ну, давайте, давайте, давайте. Я бы его сейчас, честно говоря, убил и распилил бензопилой. Ну, так, чтобы взять с него максимум. Но нужно было избавиться от этой стрекозы, потому что стрекоза бы... Стрекоза бы сейчас кинулась его разбирать. Ну, вот, пойдет. Две тысячи мяса, две... Ага, пегас этот все никак не успокоится. Ну, видите, он какой подлый. Он прилетел, куснул и улетел. Поэтому, ну, с ними сражаться только на виверне. Опять меня скинул с седла микрораптор, но при этом он тут же сбежал. Одному я отомстил, и второму тоже. Вот сучка. Увидел меня и тут же начал убегать. Так, а я, в общем-то, пришел сюда за ягодой. Ягоду, как мне кажется, лучше всего фармить в лесу с вот таких кустов. А, знаете что, друзья, у меня еще одна появилась мысль. Сейчас я ее тоже реализую. Чтобы вот так вот не фармить ягоды на постоянной основе, я просто сделаю сейчас дома себе несколько грядок. Поставлю себе гарденера, который будет собирать урожай с этих грядок. И у меня всегда будет готовая свежая ягода для того, чтобы делать киблы. Ну, и делать какие-то свежие блюда. Все. Ладно, возвращаемся домой. Почему терминал не делает грядки? А я что-то был уверен, что терминал сможет делать грядки. Ну, ладно. Тогда грядки делаем у меня в инвентаре. А, наркоберри, слушайте, может тоже наркоберри еще сделать. И азулбери. Ну, вроде как это основные ягоды, да? Те, которые были добавлены в новом арке ради краски, они меня не интересуют. Вот, слушайте, трицератопс только что убил. Убил трилобитика, а трилобитик куда-то упал сюда. А, вот он, все. Давайте попробуем его тоже разобрать бензопилой. Годится. 476 хитина. Сюда кладем наркоберри. Сюда межоберри. Пинтоберри. И азулбери. Все, значит, ягода тоже пусть растет, чтобы у меня всегда был какой-то неприкосновенный запас ягоды, чтобы я не столкнулся с той проблемой, с которой я столкнулся сейчас, когда у меня оказалось, что не хватает обычной банальной межоберри для того, чтобы сделать сейчас себе пару киблов. И снова возвращаемся к нашим легендарным киблам. Мне нужно штучек, допустим, 12. Как мне кажется, стегозавры, они довольно требовательные. В том числе киблам. И, кстати, по стегозаврам будет проходить только половина урона и, соответственно, половина оглушения. Поэтому для них понадобится много дротиков. Но у меня дротики остались еще с запасом. Я наделал как-то. Да, вот еще 30 штук с собой возьму. Дротики у меня есть. С дротиками проблем нет. Тебя мы, наверное, прячем. И отправляемся за стегозаврами, друзья. Никогда не думал, что легендарные стегозавры могут убивать Найтмар боссов. Самого сложного Найтмар рипера. А грифончику мы этому надо просто памятник поставить, как вы поняли. Просто самая незаменимая живка в игре. Ой, друзья, и еще один момент. Смотрите, видите, оказалось, что стегозавры находятся в подземном мире. О чем это говорит, как вы думаете? О том, что я очень предусмотрительно поставил там телепорт. Андерволд. Вуаля. Самое главное, чтобы... Да, рядом... Хотел сказать, чтобы рядом не оказался какой-нибудь Найтмар или Резуректед босс, который может убить. Давайте начнем тогда с вот этой самочки. Вроде как рядом с ней никого нет. Угу, здесь была какая-то живка, которая по глупости решила напасть на этого стегозавра. Ну, и я так понимаю, что она получила по заслугам. Так, а до меня кто докопался? Я не понял. Муравьи. Совсем тупенькие, что ли? Стегозаврик, иди сюда. Если умудриться попасть стегозавру в голову, то этот урон, он нивелирует урон, который он блокирует. Вы поняли, да? Насколько это круто. Допустим, я сейчас... Если попаду ему в голову, а я не попаду, потому что он потерял ко мне интерес, пошел в другую сторону. А куда? Куда мы пошли? Я не понял. Нет-нет, легендарный стегозавр, друзья, это имба, которая может убивать боссов, поэтому лучше, лучше ему не подставляться. А вот как ему попадать в голову, когда он такой дерганый, вот это непонятно. Ну ладно, в голову или нет, я его так или иначе усыплю. Ну вот он останавливается, а я пока перепаркую грифона так, чтобы он опустился вниз. В этот момент он начинает уже куда-то бежать. Да не дергай башкой. Хорошо, попал в голову, 163. Еще раз. Снова 163. Ну то есть, когда я ему в пузо стреляю, там урон получается, друзья, видите какой... Ой, блин, опять я мискликнул. Урон получается 98. То есть урон через бронь. Ну соответственно и оглушение через бронь. Твою мать! На жука потратил дротик, который должен был влететь в голову в аккурат. Отлично. Ладно, давайте не будем сейчас сильно заморачиваться. Будет получаться в голову стрелять? Хорошо. Не будет получаться, да хрен с ним, задолбал. Буду, значит, оглушение вносить не по 40 тысяч или там не по 30 тысяч, буду вносить оглушение по 20 тысяч. Я пытаюсь попасть в голову, больше дротиков теряю, потому что они мажут в основном. И в итоге эффективность сводится к нулю. Ну то есть эффективность сводится к тому же, что если бы я ему стрелял куда-то в корпус. Тоже еще один вопрос, который, возможно, у кого-то появится. Почему я не использую демоник-ракетницу? Что, мол, демоник-ракетница оглушает живку? Нет, друзья, она оглушает только демоников. Ну, по крайней мере, раньше так было. Я не проверял снова этот момент. Но думаю, что все так и осталось. Слушайте, ну а давайте проверим сейчас так, чтобы наглядно было. Стреляю в голову этому стегозавру. Демоник-ракетница. И вуаля, оглушение не добавилось просто ни на копеечку. Лучше бы я ему все-таки выстрелил в голову из ружбайки. Ну вот опять он это сделал. Опять он куда-то побежал. Он очень-очень быстро теряет агрессивность ко мне. Я не знаю почему. Вот, и если вам тоже плохо видно, что здесь происходит, то приношу свои извинения, потому что гамма сейчас стройка. Давайте сделаю гамму 4, может быть будет так получше. А вот этого второго стегозавра легендарного, друзья, как видите, его скорее всего сейчас прибьют. Ну да ладно, мы будем, если что, выводить по этой самке. Я тогда еще одного притомлю, того третьего, который остался на карте, мальчик. Более низкоуровневый. Все, вуаля. Заснул, и ему нужно аж 7 киблов. 7. Я думал, что 6 хватит, но оказывается нет. Готово, один стегозавр есть, я тогда лечу домой, делаю еще киблы. Но не теряем надежду, этот стегозавр пока еще жив, может быть он останется жив. Самое главное, чтобы на него не заагрился тот резурект босс. Потому что босс может его убить с 2-3 ударов. Еще пару легендарных киблов. У меня, кстати, проскочила мысль, а может быть у меня остались здесь они в холодильнике. Но, к сожалению, нет. Возможно, они были у меня в холодильнике во втором, которого, к сожалению, сейчас уже нет. Ну, об этом тоже будет в конце серии, друзья. Так что не переключайтесь. Мне в любом случае нужно как-то его выманить отсюда. Он ходит под брюхом у легендарного... Ой, у Резуректед Праймал Бронта. А мне нужно, чтобы он куда-то убежал. Да, когда хилки ставишь на быструю панель рядом с какой-то активной кнопкой, то постоянно мискликаешь. Я только что вместо тройки опять нажал двойку и опять мискликнул, опять выпил хилку. Кстати, одно из самых дурацких оглушений пока что из всей живки, которая мне встречалась, наверное, после того Электрик Дракона, и, в принципе, после Драконов, это Стигозавр. Он не стоит на месте, он не агрится, он куда-то убегает. То есть он сначала агрится, а потом начинает куда-то убегать, как какой-то шумоголовый. И я не могу тоже на месте оставаться, я не могу игнорировать то, что это легендарная живка, которая может убивать супер-боссов, таких как Додо Риппер. Он же своим хвостом, если втыкает его, он забирает выносливость, а без выносливости Грифон не сможет летать. То есть это может быть мой сразу же конец. Да, вот сейчас самое главное, он заснет, пойдет куда-нибудь под брюхо к этому Resurrected Bronto. Это была бы классика, друзья, да? Но это был бы тот самый момент, никогда такого не было, и вот опять. И это же арк, что могло пойти не так. Ну, дружочек, давай последний дротик, нет? Да. Отлично. Ну что ж. Надеюсь, сейчас никакая додошка не прибежит. Ну, конечно, не прибежала. Додошка не прибежала, прибежал Дилофазаур. Вонючий бета Дилофазаур. Так, и я даже не смог посмотреть, нормально, ну, получился ли штраф, ударил ли он, помимо меня, еще этого, стегозавра. Ладно, давайте мы их сейчас сравним уже в инвентаре. Иди сюда. Ихтиорницы как напрягали, так и напрягают. Несмотря на то, что мы уже уровня богоподобного убиваем кошмарных боссов, ихтиорницы все равно умеют сделать больно. Итак, давайте посмотрим по статам, какие они получились. 11-й Газавр, 144 хп, 98 урон, вообще отвратительный урон. А здесь 166 хп и 165 урон. То есть, ну, самка получилась топовая по всем статам. По выносливости вот этот легендарный мальчик, он получше. Ну, ладно, как бы там ни было, будем выводить по этой девке, значит, сейчас отправляемся домой, спариваем их. Ну, и пробуем, пробуем сразиться с Найтмар Рипером. Ну, не, я сначала попробую вообще, как бы, посражаться с Живкой. С какой-нибудь, около, около Найтмаровской. Может быть, с каким-нибудь Резеректед боссом попробуем сразиться. Чтобы вообще понять, в чем его фишка. Как он должен побеждать Найтмар боссов. Ну, по крайней мере, Додо Рипера. Так, ладно, ты, друг. Честно говоря, тоже зря прирученная Живка. Ягоду он собирал, как ванильный Трицератопс, да? Сказать, чтобы он был какой-то супер урон у него был. Не было супер здоровья, но тоже там 300-400 тысяч я вкачал. То есть, возвращаемся к тому самому концепту, о котором я говорил, к тому паттерну. Что имеет смысл в этом моде томить только топовую Живку. Это додожки всевозможные стихийные Додорексы. Это легендарные Виверны, это демоники. Ну, и мы сейчас будем проверять, возможно, легендарные стегозавры. Кто бы мог подумать. Давайте, ребятушки, спаривайтесь. А я пока что как раз отойду. Схожу в туалет и наберу водички. Ну, вы поняли. Все как всегда. И, друзья, получилась самая отвратительная особь, которая только могла быть. Она взяла дерьмовое КП и дерьмовый урон. Девочка, которая взяла статы папы. Так и живем. Не знаю, честно говоря, что теперь делать, потому что тайминги у меня довольно большие. На спаривание. 57 минут. Через 57 минут я смогу еще раз спарить своих стегозавров. А хуже всего, что эти 50 минут это реального времени, а не какого-то там внутриигрового. Итак, друзья. Что тут? Ага, девочка еще не выросла. Итак, друзья, давайте пока займемся какими-то другими бытовыми делами, о которых я говорил. Я хотел сделать себе гардернера. Да, надеюсь, у меня хватит на нее ресурсов, потому что цементки здесь у меня не осталось совсем. По-моему, какая-то цементка у меня была еще в шкафах или верстаках. Давайте я сейчас на всякий случай посмотрю, попробую заказать себе гардернера. Да, отлично. Ресурсы на нее есть. И этот гардернер, она должна уметь собирать овощи с грядок. Поставлю ее где-нибудь здесь. Ой-ой-ой. Пушите, а можно на нее одеть, блин... А, все, нормально прогрузилась. Хотел сказать, можно на нее одеть какой-нибудь скинчик. В принципе, броньку можно одеть. Итак, я ее запустил, она работает. Сейчас посмотрим, как она будет собирать фрукты и овощи. И будет ли она собирать вот эти модовские фрукты. Опа, подождите. Я не понял. Здравствуйте, девушка. Да, друзья. Настолько она крутая, что она собирает не только ванильные овощи, а и модовские тоже. Так что это просто прекрасно. Ну и, кстати, мы можем отремонтировать пока что мою броньку, пока там у меня происходят важные процессы, пока растет тот стегозавр. Ужасный стегозавр, но я должен буду попробовать его хотя бы в таком варианте. Еще есть один момент тоже, который меня волнует. Может быть, я бы попробовал чуть-чуть улучшить вот этот костюм. Нужно немного мистических слитков и немного мистической крови. Давайте попробуем сейчас это все сюда подтянуть. А, ну, конечно, поднял. К сожалению, да, облако как работало дерьмово, так и работает. Так что выбираем Advanced Transfer, выбираем MIFIC кожу и выбираем MIFIC металл. Все структуры и мне в инвентарь. Кстати, по поводу MIFIC металла мы, наверное, сейчас запустим производство этого металла. Тоже штучек 60. Чтобы я мог проапгрейдить себе вот эту броньку. Друзья, в игре есть еще несколько вариантов брони. Допустим, в игре есть вот такой легендарный сет брони, у которого прочки будет 3000 и армора 3000. То есть он будет на 500 лучше, чем тот, который у меня сейчас есть. Но этот сет, он добавляет хп игроку, но не добавляет веса. В принципе, этот сет, возможно, мы тоже сделаем. Посмотрим, какой из элементов сета, какой дает бонус. И, может быть, мы просто-напросто его скомбинируем. Давайте я его тоже сейчас изучу. Есть еще и, видите, вулканический, есть еще флаг. То есть типов брони довольно много. MIFIC, броня, которую я сейчас ношу, она предтоповая. Есть еще вулканический тип брони, есть флаг, это альфа. Ну и, по-моему, самый последний финальный тип брони, это как раз-таки вот этот легендарный штурмовая броня. Да. Но для ее изготовления требуется еще и жемчуг. В принципе, тоже это не проблема. Давайте изучим. Может быть, даже и скрафтим что-то сейчас из этого сета. Давайте, давайте сначала я все-таки сделаю себе сет брони. Сейчас вот этот. На него даже легендарный металл не нужен. Выглядит он как обычный сет штурмовой брони, только желтенький. Довольно симпатичный. Но не сказал бы я, что прям круто он выглядит. И нам нужно сейчас выяснить, какой из элементов брони какой дает бонус. Допустим, одеваем шлем. Шлем тут же увеличивает мое здоровье до 4000. То есть, это то, что мне нужно, наверное, использовать. Дальше. Ботинки. Ботинки немножко увеличивают скорость бега. Не принципиально. Серединка. Что дает серединка, я, честно говоря, даже не могу заметить. Штаны. Штаны увеличили стамину до 800. Неплохо. Ну и перчатки немножко увеличили вес. Нет. А, перчатки увеличили мили дэмэдж до 1100. Слушайте, друзья, ну, вот это, вот это и штаны, по-моему, да? Да, вот это все мы можем использовать из нового сета. Но из старого сета взять какой-нибудь другой элемент. Давайте посмотрим, какие бафы дает вот эта броня. Обувь. Ничего не добавило. Ну, я, по крайней мере, не заметил. А, нет, что-то добавило. Какой-то баф. Ой, дэмэдж от падения убирает. Офигеть. Это топовый, топовый получается баф. Ага, эти ботинки тоже дают этот баф. И увеличивают скорость. Так что, в общем-то, вот эти сапожки, друзья, они будут чуть получше. Значит, мы оставляем их. Шлем увеличивает еду. Еда, наверное, мне не нужна. Хорошо, значит, шлем мы оставляем вот этот. Который дает мне 4000 здоровья. Можно выпить какую-нибудь хилочку. Штаны дают стамину 880. Но и эти штаны тоже дают стамину 880, да? Да. То есть, бонус стамины точно такой же. Но вот эти штаны легче крафтятся и их легче проапгрейдить. Потому что для их создания не нужен джемчуг. Значит, торс мы однозначно, получается, одеваем вот этот. Потому что этот я сейчас увидел. Он дает больше... Ага. Ну, короче говоря, он дает баф, торпор, резистенс. Сопротивление и оглушение. Это неплохо, но пока что, честно говоря, ни разу в игре мне это не понадобилось бы. Так что все-таки серединку мы одеваем вот эту. И руки, руки, руки. Милли дэмэдж 275. А, и крафт увеличивается до 1200%. А, эти перчатки увеличивают только милли дэмэдж, но крафт не улучшают. Ну, в общем-то, крафт мне, честно говоря, и не нужен. Давайте, наверное, остановимся на вот таком варианте брони. Остальное мы все скидываем сюда. И апгрейдить будем стараться только то, что сейчас на мне. В общем-то, беру сейчас вот эту серединку и пробую ее проапгрейдить. Раз. Хорошо. Берем мифик слитки. И два. Отлично. То есть, 7500 брони теперь дает мне вот эта вот серединка честплейт. Вуаля, друзья. Общий коэффициент брони 19 тысяч. Я думаю, пойдет. Ну и, допустим, штанишки нет. Допустим, еще вот... Нет, не хочу. Ладно, не буду. Там нужны полимеры и жемчуг, и файбер. В общем, давайте пока что остановимся на вот таком варианте сета. А, единственное, что я сейчас кину вот эти мои любимые скинчики и на ботинки, шлем и перчатки. Ботинки, перчатки и шлем. Только они, по идее, должны быть немножко желтенькими. Вуаля. Ну, в общем-то, не очень-то и заметно, что это два разных сета. Самое главное, что мне теперь почаще придется хилки использовать, потому что, чтобы восстановить быстро здоровье, можно использовать хилочку. Так, значит, друзья, давайте посмотрим, что там у меня с моим стегозавром. Посмотрим заодно, что там по таймеру спаривания. Еще 34 минуты. Ладно, но мы сейчас в любом случае, чтобы не терять время, делаем седло на стегозавра. Легендарного стегозавра. Отлично. И сейчас мы пойдем пробовать моего стегозавра уже в реальном бою. Это никудышный стегозавр. Так что мне его не жалко, если его убьют, то я не расстроюсь, ничего страшного. Но, по крайней мере, сейчас я ему немножко вкачаю зелье с опытом. И мы пойдем его проверять. 580 тысяч здоровья у него с рождения. Качать мы можем, наверное, миллион пока что. И остальное, наверное, мы вкачиваем в урон, я так думаю. Я сейчас прыгаю туда, где будет много живки. Легендарная живка, кстати, я не знаю, будет она получать урон при падении или нет. Так что давайте я, наверное, сейчас хилочку принимаю. И спрыгиваю свысока, сразу же смотрим, будет ли урон при падении. Да, урон был, урон колоссальный. Так как я сейчас под хилками, он сразу же выхилился. Я не знаю, друзья, у меня что-то какие-то вообще сомнения по поводу... По поводу имбовости стегозавров. Ну вот, к примеру, парацер. Да, у него эффект блидинг наложился, видите, друзья? И когда я его бью, он у него обновляется сразу же. Ё-ма-ё, я понял. Друзья, я понял. Это есть имба-живность. Это есть имба-живность. Я понял, в чем его прикол. Так, а вариант, допустим... Нет, это вариант повышенного урона. Вариант повышенной атаки. И вот это вариант, по-моему, как раз повышенной защиты. Давайте попробуем сейчас дать кому-нибудь себя побить. Вот в таком варианте. Ударь меня, пожалуйста. 165 урона. Не, нужно это проверять с другой живкой, у которой здоровья будет побольше. И которая готова будет выдержать больше, чем два удара. Ладно, друзья, давайте идем экспериментировать дальше. На синий обелиск. Так, ну давайте, ребятки. Вы зачахли довольно быстро. Мне нужна настоящая, настоящая битва. Так, а еще один момент. Легендарная виверна сможет поднять легендарного стегозавра? Просто, ну вы видите, он безумно медленный. Все, друзья, нормально, работает. Значит, мы сейчас находим какую-нибудь топовую хорошую жертву. Ну, вот такого мистик мамонта. 250 тысяч здоровья. Хорошо. И мы сейчас пробуем убить этого мамонта. Да что ты такой медленный, бляха-муха, друзья. Какой он медленный, какой он неуклюжий. Это просто жесть. Смотрите. Бамч. 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 То есть здоровье сжигает не столько урон, а сколько его вот этот блединг, который он дает. В общем, я в таком формате не смотрел на это все. В таком ракурсе. Ладно, друзья, давайте, наверное, на этом я уже закончу эту серию. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии, я думаю, мы сделаем уже реальную проверку в бою моему легендарному стегозавру. И посмотрим, на что он способен. Способен ли он убивать вообще каких-либо боссов. Потенциал, я понял его, то есть он наносит кровотоком постоянный небольшой, но процентный урон любой живки. То есть чем больше будет здоровья у живки, тем больше по факту в секунду будет наноситься урона. И судя по всему, тот же Найтмар Дудо Риппер должен понемногу чахнуть как раз таки за счет этого блединга. Что у нас из этого получится, мы уже посмотрим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья и удачи. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также жду ваших комментариев. Как я и обещал, в конце видео я выложу небольшой материал, который я записал изначально. Но потом решил его либо вообще не вставлять в видео, либо вставить его в самый конец. Если вам интересно, что у меня произошло с модом Аркоматик за кадром, то можете посмотреть, буквально несколько минут сейчас видео будет об этом. Если вам это в принципе не интересно, то основная часть серии закончена. На этом можете просто спокойно поставить лайк и закрыть видео. Всем спасибо, все свободны, всех обнял-приподнял, всем пока. И друзья, всем привет. Никогда такого не было и вот опять. Сейчас я пытаюсь запустить свой сервер, на котором я играю в глобальный мод Primal House. И что бы могло произойти, там произошло то, что у меня не запускается мод Аркоматик. А если вы помните, в одной из последних серий я поставил себе на базу сейф из мода Аркоматик и сложил туда все свои ресурсы. И вроде бы, вроде бы в программе Мод Менеджер, да, вот тоже может быть кому-то интересно, как я себе запускал сервер. Программа называется Аса Дедикейт Менеджер. Вот здесь отображается. Я выбираю раздел, я выбираю раздел «Резервное копирование» и выбираю «Восстановить выбранную резервную копию». Восстановить резервную копию. Окей, в этом плане, конечно, Мод Менеджер очень хорош тем, что буквально все делается в два клика. И на всякий случай, я уже заходил пару раз сегодня, 19.08, но я запущу тоже своего персонажа из того времени. Вот персонаж, который вышел из игры в 15.10. Тоже делаю его «Восстановить выбранную резервную копию». Окей. Запускаем сервер. И я в игре. Более того, я сейчас в разделе установленных модов. Мод Аркоматик установлен. У него 1,2 миллиона скачиваний. Добавился один дизлайк. Я думаю, не нужно говорить от кого. То есть здесь мод указан, как будто бы все есть, все нормально, он работает. Жму «Приконнектиться». Выбираю свой сервер, который я только что запустил. Итак, наконец-то сервер запущен. Подключаемся. Всплывает окно, где идет проверка модов. Все моды установлены. И даже тот самый злосчастный Аркоматик. Он есть. Он подключен. Он работает. Заходим в игру. Ну, во-первых, меня откатывает, наверное, минут на 10 назад. Как видите, я сейчас очутился в воде. Честно говоря, я даже не знаю, где конкретно. Но точно знаю, что у моего дилофазавра заканчивается кислород. И мне нужно как можно скорее вернуться домой. По идее, сейчас тот самый момент, когда я уже возвращался с приключения. С подводного приключения, где я насобирал черный жемчуг. И вот он, тот самый черный жемчуг. 315 штук. Я дома. Но, друзья, тут меня ждет великое огорчение. Как вы помните, здесь у меня стояла в прошлой серии промышленная печь из мода Аркоматик. И ее нет. Вот здесь у меня стоял холодильник из мода Аркоматик. И здесь его тоже нет. А, идилка тоже, помните, зашла за мной сначала в здание. И я ее тогда выпихал. Но дело не в этом, друзья. Дело в том, что тут у меня стоял сейф на 500 слотов. И в этот сейф я сложил все свои предметы, которые были у меня на базе. Со всех своих шкафов. Ну, как вы понимаете, я опять в тильте. Никогда такого не было и вот опять. Если мой голос сейчас сорвется на плач, то, пожалуйста, простите меня за это. Я уже замучился с этим всем. Вот так вот доверять каким-то сторонним случайным модам, который скачан даже 1 и 2 миллиона раз. Мод не прогрузился, не запустился в мою игру. И более того, он не отображается у меня даже здесь. Ну, вы поняли, друзья. То есть, всего, что у меня было в моем сейфе, всего этого у меня теперь снова нет. Все, что у меня осталось, все мои ресурсы, которые остались, это ресурсы, которые есть в этих Dedicate Storage. Соответственно, часть фруктов, слава богу, у меня стихийных осталось. Но вся остальная органика, которая у меня была, там хилки были, всевозможные зелья, прокачки, зелья томления и много-много всего. Я хранил в этом холодильнике из мода Arcomatic, его тоже, к сожалению, нет. Так что, друзья, никогда такого не было. И вот опять я опять в жопе и опять в тильте. Ну, а пока я думаю, как со всем этим быть, друзья. Я сейчас пока что ухожу на паузу и, может быть, в тильте позанимаюсь постройкой, ну, или, вернее, заменой каменной структуры на металлические в моей базе. Как только я приму решение по поводу вот этого обстоятельства, я тут же вернусь и вам все расскажу. Скажем так, друзья, для дальнейшего прохождения игры, по идее, меня это, ну, не должно остановить полностью. Может быть, немножечко куда-то откатить. Основные ресурсы хранятся здесь. Это раз. Для того, чтобы делать киблы, яйца находятся в терминале. Овощи и фрукты растут на грядках, я их периодически скидываю в холодильник. То есть у меня возникает такое ощущение, как будто бы я предвидел эту ситуацию в прошлой серии, в позапрошлой серии. Я разбирался с этим модом и с этим гидропонным блоком, и я рассуждал на тему, стоит ли оставлять этот мод у себя в сборке, стоит ли использовать его в других прохождениях. Я пришел к выводу, что в других прохождениях его использовать не стоит. Ну, нет большого смысла, он не дает никакого нового опыта, никаких новых механик. Потому что, в основном, все его структуры копируют механики, которые уже есть у меня в игре, либо посредством мода Cyberstructure, либо посредством мода SuperCreaStorage. И, видимо, мод меня услышал, не знаю, каким образом, и решил сделать мне вот такую подляну. Так что, друзья, не ругайтесь на моды, пока вы их не удалили. Удалили мод, тогда можете его ругать, поливать грязью, пока вы это не сделали, лучше это не делать. Понятно, что это все шутки, шутки шутками, но мне хочется плакать почему-то. Ладно, друзья, я ухожу, ухожу на перестройку, на реконструкцию моей базы. В принципе, у меня довольно много структур еще здесь пока что осталось. Сейчас я поплачу немножко, позанимаюсь стройкой. Когда мои слезы высохнут, и мой тильт, и моя обида прекратится, я вернусь. А, ну еще, как вы поняли, у меня сейчас нету здесь ни репликатора, ни тег-генератора. Соответственно, мне придется для начала еще восстановить их. И более того, пока что даже из-за отката у меня не выставлены флаги. Ладно, друзья, все, всем пока. Да, к сожалению, головы остались, получается, в этом сейфе, головы боссов. Поэтому здесь они у меня висеть уже не будут. Но, как вы помните, все инграммы получены, боссы пройдены. Все. Ухожу на неопределенного времени паузу. Надеюсь, не насовсем. Снова всем привет, друзья. Продолжаем наше похождение на карте Центр с глобальным модом Праймал Хаус.